Всем привет! Сегодня речь пойдет о создании бесшумного тетриггера, а если точнее кнопочной панели на его основе. Я перебрал несколько вариантов, все они конечно работают при помощи хопперов и сбрасывателей и в конце концов у меня получился вот такой механизм. Это стакабельная кнопочная панель, все кнопки работают абсолютно независимо, есть индикация и мы при помощи одной панели можем управлять кучей разных механизмов. Ну а теперь давайте такую схему построим. Строить я буду всего лишь один сегмент, потому что они все абсолютно одинаковые. Итак, начинаем с установки двух хопперов, направленных друг в друга. Далее ставим блоки здесь, здесь и вот здесь. Один компаратор направляем в этот блок, один компаратор в этот, один устанавливаем вот здесь. Затем кусочек ростуна на этот хоппер, устанавливаем еще пара блоков вот здесь, сбрасыватель направленный вверх над этим компаратором, хоппер направленный вниз, то есть в наш сбрасыватель, кнопку вот сюда и лампу вот сюда. В данном месте будет выход нашей схемы и все, что нам осталось, данную схему зарядить. Для этого вот в этот сбрасыватель мы помещаем любой стакающийся предмет и в любой из этих хопперов вообще любой предмет. Наша схема готова к работе и давайте ее протестируем. Нажимаем на кнопку и схема переключается. Кстати, обратите внимание, что вот здесь индикация является инверсной относительно сигналом на выходе схемы. Если вы хотите, чтобы сигналы совпадали, то здесь, конечно, нужно будет поставить инверсию. Например, вот так при помощи факела. Ну а теперь давайте разберемся, как данная схема работает. Эта часть схемы является генератором коротких импульсов и работает он по инверсному принципу. То есть по умолчанию здесь всегда есть сигнал, а когда мы нажимаем на кнопку, предмет отсюда попадает в хоппер и сразу же возвращается обратно. В тот момент, когда предмет в хоппере, сигнал вот здесь пропадает. Данный сигнал блокирует оба этих хоппера. Этот через блок, а этот при помощи редстоуна. Ну и когда сигнал на компараторе пропадает, оба хоппера разблокируются и предмет из одного хоппера переходит в другой, что заставляет вот эту часть схемы работать в режиме Т-триггера. Ну и здесь мы просто через блок при помощи еще одного компаратора снимаем сигнал вот отсюда и через блок передаем его на лампу, чтобы соседние лампы не засвечивались. Кстати, сразу одна тонкость. Вы можете задаться вопросом, а как стакается эта схема, потому что вот здесь редстоун будет соединяться. На самом деле ничего страшного и стакается она совершенно спокойно. Все дело в том, что предмет вот здесь у нас стакающийся, то есть он выдает сигнал мощностью 1, что запитывает только вот этот блок и только один кусочек редстоуна, абсолютно не затрагивая соседний сегмент. В любом случае, надеюсь, что данный механизм вам понравился и пригодится. А на этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши комментарии, оценки, подписываться на канал. Пока!